Во время своего визита в Ульяновск омбудсмен Борис Титов встретился с представителями бизнес-сообществ, посетил ряд предприятий на территории региона, а также пообщался с губернатором области Алексеем Русских. Омбудсмен отметил, что в регионе предпринимателям живется неплохо, так как в области нет давления контрольно-надзорных органов на бизнес. Этот фактор, со слов Титова, в области является минимальным. Если судить по этому рейтингу, то Ульяновская область безусловный лидер. То есть давление оказывается наименьше здесь на бизнес со стороны контрольно-надзорных органов. Причем это не первый год, то есть это уже тенденция. Из рейтинга в рейтинг идет очень высокий показатель Ульяновской области. Я думаю, что это очень большое достижение и большая возможность, потому что административное давление – это серьезный тормоз. Титов подчеркнул, что такое положение – очень большое достижение. Федеральный обоцмен также отметил, что регион сделал серьезные шаги вперед в развитии экономики за последние 10 лет. Тем не менее, есть и над чем работать. Состояние экономики в пандемии не самое лучшее. Поэтому говорили о развитии перспективных проектов и поддержке. С начала пандемии на поддержку предпринимательства в регионе направлено порядка 2 миллиардов рублей. Мы детально обсудили, как дальше мы будем эту работу выстраивать, дабы не изобретать велосипед, а уже использовать опыт, который у них накоплен. Будут созданы рабочие группы, будут приняты решения, как мы будем двигаться по созданию обновленной стратегии до 2030 года Ульяновской области. Борис Титов посетил сразу несколько стратегически важных объектов для экономики региона. Федеральный гость побывал в Ульяновском центре трансфера технологий. Основные специализации наноцентра – это генетическая диагностика, новые технологии в строительстве, альтернативная энергетика, микроэлектроника и композитные материалы. Как я и говорил, их порядка 15 уже в России, и у каждого наноцентра есть своя специфика развития. У Ульяновского наноцентра, согласно стратегии, выбраны у нас 6 направлений развития. Здесь бизнес-омбудсмен познакомился не только с устройством центра, но и с его резидентами, оценил условия для запуска и развития технологических стартапов. Наибольший интерес у Бориса Титова вызвали первый ветропарк, а также производство тестов и экспресс-тестов на COVID-19 в одной из лабораторий. Хотя сейчас есть большой запрос на частные маленькие ветропарки тоже. Я этим не занимаюсь. После Борис Титов посетил несколько объектов особой экономической зоны региона. Завод Vestas Manufacturing Rus, где производят лопасти для ветровых турбин. Масштабы такого производства впечатляют во всех смыслах.